Игорь Васильевич Шевчук Игорь Васильевич, расскажите, Вы работаете в различных садах, а какие еще сейчас есть сады в Украине, вокруг Киева, потому что это такая интересная тема для всех В Украине, в частности вокруг Киева, самое первое место занимает яблоня, она по площади превалирует на другую культуру Потом идет груша, из косточков культуры слива, черешня, алыча, вишня, это самые главные культуры, которые из плодовых выращиваются в Украине Персик это в южных областях немножко есть, Николаевская область, Сапорожская область, это в основном почти все, нектарин тоже там же и в южных областях, это в основном все культуры, которые имеются, которые есть в садоводстве Украины Черешня и вишни с юга тоже, наверное Ну там больше, Мелитополь это черешневая зона, а у нас она в Киевской области растет лучше, чем на Западном Украине, в Западе вообще она не приживается, потому что там морозные зимы, и там чуть больше, контрастность климата большая, и она там не приживается вообще Ее посадить, она перезимует, и сразу после перезимовки не перезимовывает, она засыхает Вишня или черешня? Вишня Вишня, слива нормально себя чувствует, а черешня и вишня, вишня лучше черешни, черешня плохо чувствует себя А вот сады, наверное, в Киеве больше даже их, наверное, в приусадебных участках сейчас, или есть и промышленные сады? Есть и промышленные, сейчас фермерские насаждения тоже есть, фермерские хозяйства, которые эту культуру заводят, ну, всадят черешню и выращивают А вот пальметная яблоня иногда? Ну, пальметная яблоня, это называется интенсивные сады, там где на один гектар размещается от двух до шести тысяч насаждений Оно на шпалеру, все цепляется, скажем так, в воду фертигации, это полив вместе с удобрением, растворяется в баке удобрения, и оно подается по трубочкам, и полив идет, капельный полив Фертигация, защита растений в основном, теперь сможем поговорить, ну вот А, да, вот про сады мы немножко сделали обзор, а вы как специалист защиты растений, скажите, вот, допустим, в Киевской области сейчас какие проблемы в защите сада от вредителей, от болезней? Что сейчас, какие виды доминантные вредители и болезни? Ну, на главной плодовой культуре, на яблоне, доминантные вредители есть яблоная плодожорка, пилищики, пилищик яблоневый, пилищик, он один плодовой пилищик Также листовертки, розанная листовертка, всеядная листовертка, яблонная плодожорка, это тоже относится к семейству листовертов Ну, это почти клещи. У нас тоже могут быть вредительны только в сухое и сильно жаркое лето. А в основном клещи не представляют у нас опасности, как, допустим, другие долгоносики еще с самой весны. По весне. Это садовые долгоносики. Сюда относятся букарка, серые яблоны долгоносики, яблонь цветаед. Листоверток в районе Новоселка это очень мало. Это виды в рекоме яблонь плодожорки. Яблонь плодожорка представляет основной, наносит ущерб плодам и против нее направлены все меры, которые должны быть приняты на яблонь. Среди болезней есть парша и мучнистая роса. Вот это весь комплекс вредных организмов, который угрожает нормальному росту и развитию яблонь. А вот в этом году тоже зависит от погодных условий. Например, какие виды вы заметили в Киевской области? В этом году... Может, вспышка размножения какая-то? Ну, вспышка, это мало было с садов долгоносиков, что-то им, не знаю, зима была теплая, почему-то они перезимовали тоже хорошо, но численность их была небольшая. Ну, это хорошо для садоводов. Да, я считаю, это из-за того, что погода была ветреная, и в Крону они не поднимались, только, так сказать, ждали солнечных дней, и вред от них тоже несущественный в этом году. Садовые пилищики тоже, там, где проводится защита, там их было очень мало. Взять, ну, мы уже на сливу перейдем, тогда буду уже говорить по сливе. А по яблоням у нас исследовательный мониторинг не ведется, только по плодожорке ведется. Вот, лед бабочек начался, яблоня плодожорки, 4 мая, тогда как сливы плодожорки 1 мая, немножко раньше. Мы проводим фермульный мониторинг, и, соответственно, можно говорить о динамике лета, о развитии этих насекомых, сливы плодожорки и яблоня плодожорки. А какие меры борьбы с ними в таком случае проводились уже в мае и должны быть еще когда-то проведены? Да, вот в начале мая была обработка, когда порог экономической численности, экономический порог численности, когда превышал... Сколько это примерно? Это, ну, порог 5 бабочек за неделю. Если больше 5 бабочек, за неделю. На территорию? На учетный период за неделю. А территория? Ну, территория на одну ловушку. На ловушку, наверное, ферму. На гектар делают 3 ловушки и потом средние. Если больше 5 бабочек за ловушку, значит, следует провести, проводить защитные мероприятия. Обычно этот порог, он устаревший, и потому что на ловушке пропадается не больше, не только 5, а в 10 раз больше бабочек. И он ориентируется по этому показателю. Я считаю, что в этих условиях уже как-то неправильно, оно не будет существенно. Потому что надо просто смотреть, как было состояние в прошлом. Если много этого вредителя, значит, надо проводить, вот знаем, когда вылетело, когда уже численность большая, надо проводить обработки. И порог уже устаревший. А световая ловушка может показать как-то? Световая ловушка, ну, она то же самое, ее надо просто, ее сейчас нет. Это один из видов борьбы с насекомыми для слежения ее развития. Тоже использовали раньше, а сейчас, в данный момент, этот вид ловушки не практикуется. Потому что его надо изготовить где-то, они изготавливаются. Ну, и где-то надо, чтобы источник электрического тока был. И поэтому она не бы нашла практического применения. В основном, сейчас для мониторинга плодожорки используют феромонные ловушки. А вот меры как раз регуляции численности, вы сказали. Что бы рекомендовали, допустим, в мае? Для регуляции численности и вредоносности этого вредителя используют химические и биологические препараты. С химических препаратов известна группа регуляторов роста и развития насекомых. Это такие препараты инсектициды, как Номолд, Люфокс, Младж и Римон. Четыре препарата данной группы есть на рынке Украины. И они чем полезны и удобны, они дорогие по стоимости, но период токсического действия или период контроля у них, самый большой, он становится 28 дней. И он действует на разные фазы развития. Они яйца, ларвии и имага он контролирует тоже. И имага контролирует то, что она, комаха, насекомое, когда оно побывало на обработанной поверхности, у нее там заражаются яичники, и они уже начинается яйцекладка, уже аномалии приходят с яйцекладами, но потом уже не производит, не откладывает яиц. Яйцо действует, яйцо переостанавливается, развитие сразу, когда отложено на обработанную поверхность данным препаратом. А когда маленькие, младшие гусеницы, младших возрастов, оно действует и на стадии гусеницы. Такие юменильного действия меняют развитие яичника. И когда оно уже зашло, уже гусеница, надо еще использовать в обработку до того, когда оно еще вылезло из яйца и не попало в плод. Потом уже его ничего не возьмут, кроме системных инсектицидов. Да, но вот если оно уже попало в плод, то какие-то меры еще можно проводить? Уже все. Уже все практически. Уже все, да. Вот в июне, в июле, в августе месяце. Ну, оно уже развивается, уже вылетают бабочки, уже в следующем поколении. Потому что надо работать так, когда по ловушкам ориентируется, когда максимальная численность, значит идет максимальная яйцекладка. И надо проводить обработки этими группами регуляторов, препаратами группы регуляторов роста и развития насекомых. Также эффективны против плодожорок препараты, микробиологические препараты. Менее вредные даже. Менее вредные, они могут быть как один из инструментов органического садоводства. Это препараты такие, как бетоксибацилин, липидоцид, гаупсин. Особенность этой работы препаратов, ими надо работать в несколько раз больше. Количество опрысканий, то есть через каждые 10-12 дней, а если пошел дождь после опрыскания, тогда надо сразу после дождя повторить обработку, потому что все смывается дождем, и эффективность обработки становится малоэффективной. А вот на медянеце, на грушевой медянеце? Ну, мы тоже начнем с груши. Да, это другой совсем обект. Это вот груши, например, или даже вишни и черешни. Как и здесь. На груши главный вредитель, это те же садовые долгоносики, которые явно долгоносик тоже порождает грушу, и если большая численность долгоносика, слабое цветение, это может быть большой ущерб урожаю. Надо следить за этим вредителем, и так же контролировать его численность. Да, это нас немножко отвлекло. Так, а вот на вашем излюбленном объекте, это на сливе и на вишни. Промедянеце немножко. Промедянеце, да. Один из главных вредителей на груши, это грушевая медянеца. Особенность развития этого вредителя в том, что идут в зимовку самки. И рано весной, при поднятии температуры до плюсовой, они сразу пробуждаются, выходят наружу и начинают искать себе корм. Они питаются почками, высасывают сок. И сразу, если температура больше 5, начинается развитие деревьев. Они интенсивно, массово выходят наружу и начинают уже, так сказать, активную жизнедеятельность. Когда уже температура больше 5 градусов, они начинают производить яйцекладку. Производить уже, тем больше, выше температура, тем больше идет, развиваются личинки, которые тоже высасывают сок с листью и обильно выделяют медивную росу, которая покрывает самих же личинок. Тогда применение защитных мероприятий становится нулевой, потому что все, они под прикрытием медивной росы, препарат не доходит до них, и все стекает мимо, и не берет их, так сказать, неэффективность обработки нулевая. Поэтому надо следить, кто занимается грушей, надо следить за тем, чтобы контролировать этого вредителя, чтобы он не образовал медианицы, не образовывая медивной росы. Тогда более эффективно можно бороться. Основными защитными средствами есть, вот по стадии яйца, это препарат 30В, препарат 30D, минерально-масляные эмульсии эти препараты состоят, и они эффективны против стадии яйца. Против имага эффективны Актора, Моспилан, хлороорганические препараты, Би-58, это системного действия препарат, Дурсбан, контактный препарат. Когда уже есть разные стадии развития яйца, личинки и имага, тогда делают баковую смесь. По люфоксу, препарат регулятора роста, развития растения люфокс, его смешивают с Акторой, люфокс действует на имага, яйца и на личинок, младших возрастов, а Актора действует против имага, то есть все стадии вредителей, для того, чтобы контролировать, надо использовать эти два препарата. Также есть сведения в литературе, что эффективны против вместо Акторы, к люфоксу можно добавлять биологический препарат Гаупсин или липидоцит. Это российские публикации есть в российских журналах, и можно тоже использовать это. Ну, все же я упоминал в своем рассказе, что все покрывает, когда все покрывается мучнистой, это медвиной росой, когда эффективность обработки падает, для того, чтобы при такой ситуации, когда уже все листья и побеги покрыты медвиной росой, надо провести промылку их деревьев, любым моющим средством. Для этого используют хозяйственное мыло, фейли, то есть перед основным опрыскиванием препарата мы делаем опрыскивание моющим средством. Промываем мыльной водой, даем, чтобы все высохло, и в следующий раз, допустим, сделаем вечером одного дня, а на второй день утром проводим опрыскивание. Если брать летнее время, надо обработать до сильной жары, это с 4-5 часов утра проводить обработку, уже эффективность будет высокая тогда, и мы сможем победить насекомое. И не будет, груша у нас вся черная, и будет она жить и развиваться. Да, потому что после медьяницы еще сажистые грибы могут напасть. После медьяницы сажистые грибы нападают, плоды становятся такими каменными, невкусными, уже товарное свойство у них пропадает, они уже никуда не годятся, никто не купит таких плодов, и мы сможем только их выбросить. И тем более дерево, само дерево, в морозную зиму, оно умерзает. После такой болезни? После медьяницы. Когда медьяница поработала, оно истощает сильно дерево, и дерево не выдерживает сильных морозов и умерзает, выпадает сильно. А сколько раз обработка такая проводится? Ну, в нашей зоне медьяница развивается 3 поколения, 3-4. Если сейчас потеплело, кто занимается исследованием, он может более точно сказать, но по литературе 3 поколения она дает. Сейчас уже второе поколение есть, и мало, которые откладывают яйца. Уже можно обработать вот в конце июня? Нет, надо следить и обрабатывать уже прямо сейчас. Немедленно, так сказать? Немедленно, да. Если она дает вспышку размножения, вот в вашем месте территории? Конечно, надо медленно вырабатывать, не затягивать, чтобы все покрывалось, чтобы она вредила долгое время, чтобы все покрывалось медьяной иерусой. Когда появился только небольшой очажок еще? Да, очажок. Нет, 3 капельки, еще личинки живут одиночно, тогда легче бороться. Когда они уже колониями под медьяной иерусой, тогда уже защита становится трудной, и все надо в превентивной мере принимать, такие как обработка моющими средствами, и потом уже основной препарат, который будет... Очень трудозатратный, и результат может еще не тот, который и ожидается. Да. А вот другой вредитель, например, на сливе. Ну, на сливе важные вредители есть такие, как сливая толстоножка, сливый плеччик, черный сливый плеччик и сливая плодожорка. Это три главного вредителя. Ну, среди садов-долгоносиков вред сливы, особенно в молодых садах, питомниках, приносит садовый долгоносик. Особенно листоеды, это серый почкодолгоносик. Они объедают почки, молодые сады, там и плодовые почки объедают, также урожайность снижается. А в более старших садах серый почкодолгоносик не представляет особой опасности. Там более опасно, когда уже сады плодоносные, более старшего года, 5 и больше лет, они уже начинают плодоносить, и там уже опасны плодоповреждающие вредители. Такие, как черный сливый пилищик, эвритома сливая, от слива толстоножка и сливой плодожорка. Против слива пилищика достаточно одну обработку. Провести до цветения, в период лета пилищика и откладки им яиц. И вторую обработку, если используют препараты неонеподенойной группы, Актора, Маспилан, Калипсо, в которых период защитного действия 21 день, после цветения можно обработку не проводить. Так как период цветения слива в зависимости от плодных условий небольшой, от 5 до 10 дней, а защитное действие препарата длится 3 недели, после цветения отпадает необходимость проведения повторной обработки. Если провести препаратом этой группы, одним из препаратов этой группы. Ну, после цветения уже начинается лед сливой толстоножки, тогда все равно надо проводить обработку. Против пилищика уже нет необходимости, появляется необходимость защиты сливой толстоножкой. Против толстоножки также эффективны препараты неокоденойной группы, фосфороорганические препараты. Ну, вся проблема в том, что в защите косточковых насаждений есть очень мало зарегистрированных препаратов. Это объясняется тем, что фирмы, иностранные фирмы, которые работают в Украине, они не испытывают препараты на косточковой культуре, в связи с тем, что у них очень низкая, очень площадь выращивания этих культур небольшая. И у них нет комбинационного интереса для внедрения своих препаратов на эти культуры. Вот на косточковых культурах есть несколько препаратов перитроидной группы, там, блисковка, неокоденойной группы, конфидора, ратибор, фосфороорганический фазолон. Это представляет собой существенную трудность для лучшего выбора препаратов, эффективной защиты сливок. Можно брать те препараты, которые зарегистрированы на яблони, и эффективно защищать ими сливок. Против сливок толстоножки уже было сказано, что эффективные препараты перитроидной группы, неокоденойный, фосфорорганический фазолон. Против сливок плодожорки эффективные препараты, это уже идёт отрождение гусениц, когда температура, сумма активной температуры превысила, становится ориентированный термин. Отрождение гусениц – это 200 накоплений суммы активной температуры, порог 10 градусов для сливок толстоножки – 200 градусов. Это уже начало отрождения гусениц происходит. Какой-то примерно срок? У нас в этом году было 23 мая. Тогда как сливок плодожорки нужно 230 градусов, и этот показатель был установлен 27 мая. После установления накопления этой температуры уже можно использовать феромонный мониторинг. Если в яблоплодожорке 5 бабочек считается порох численности, то в сливок плодожорки он превышает несколько больше, и становится 12 бабочек за неделю. Ну, против сливок плодожорки эффективны те же препараты, которые против плодожорки – это группа регуляторов роста и развития насекомых, а также препарат «Корраген», который фирма «Дюпон» американская внедрила его на рынок. Он очень эффективный, он действует и на лорвицидные действия у него проявляются, и очень эффективный против вредителей плодожорок, листоверок, моли, он контролирует щитовку калифорнийскую также. Ну, это по сливам, коротко все. Ну, можно сказать, против болезней, которые есть еще на сливах, это пятнистости, тут клестроспариоз, также плодовые гнили. Но в этом году имело место это маниальный ожог слива, потому что в период цветения выпадали осадки, прохладная погода была и слива была поражена маниальным ожогом. Маниальный ожог – это весенняя форма манилиоза. Понятно. Вам покажите вот вашу книгу в ней. Нет, немножко повыше. Да-да-да. Вот «Защита сада». Здесь такой вот у вас обзор разных всех культур, как раз с обзором препаратов, которые применяются для защиты растения. Я прав? Да, правильно. Думаю, что вот если у кого-то будут вопросы, можно обращаться к вот этой публикации и искать контакты ваши допустим. Да, мы сейчас… Судоводство обращаются. Где специалисты могут квалифицированно и экспертно оценить ситуацию которая находится в вашем хозяйстве – или приусаделем хозяйстве или промышленном хозяйстве, дать квалифицированную и экспертную оценку ситуации и оценить, нужно ли применять и какие Нужно применять препараты в конкретных условиях, в конкретные погодные условия и в конкретной территории, где находится этот сад, и при конкретной культуре, которая там имеется. Потому что каждая ситуация индивидуальна. Индивидуальна. Да, Виктор Николаевич, Вы правильно отметили, что кто имеет такую потребность, он может там обращаться, и мы сможем выехать или посмотреть на те образцы, которые были принесены садоводам, посмотреть и профессионально ответить на них, и порекомендовать те средства, которые необходимы для лечения или для предотвращения этих вредных объектов. Мы можем выехать также на место, если это надобно, и посмотреть, диагностировать, что привело к усыханию или к плохому росту и развитию культуры, и установить необходимость, целесообразность защитных мероприятий и вид, какой метод. Это тут агротехнический, может быть, метод защиты, механический или химический, который наиболее распространен в современных условиях. А также биологические меры борьбы очень эффективны, особенно на ягодных культурах. Там, где от цветения до сбора урожая есть золотая середина, золотое правило, которое говорит, что на ягодных культурах это кустовые ягодники, малина, смородина, парички, крыжовник. Нельзя применять химические препараты от фенофазы цветения до сбора урожая, потому что у них период созревания очень короткий, а период полураспада химических препаратов обычно длительный, это в зависимости от препаратов, но он не успевает этот период полураспада произойти, и из-за этого получается загрязнение, высокий уровень загрязнения. И тут надо только применять вредителей много на ягодных культурах, и надо применять только биологические препараты, которые имеются у нас на рынке Украины. Против сосущих вредителей эффективен препарат Актофит, который выпускается у нас на Украине, объединение Укрзоу Витпостач. В аптеке этого объединения можно зайти и купить очень свежий, неподдельный, нефальсифицированный препарат. Особенность его применения заключается в том, что он работает выше температуры 20 градусов и контролирует развитие сосущих вредителей, таких как тли и клещи. Против медианицы уже из биологических препаратов, тут тоже у нас есть в нашем опыте такой грушево-медианицы или яблоны, можно применять биологические препараты, но они не контролируют стадию иммага. Для уничтожения иммага надо применять те препараты, которые были сказаны в нашей беседе раньше. А для контролирования личиножной стадии или личинок, можно применять смесь препаратов грибного происхождения и бактериального. Если эти два препарата, это может быть битоксибацилин и вертицилин, тогда гриб растет, пронизывает своими канидиями тело медианицы и таким образом медианицы выделяют токсические соединения и личинки погибают. Недостаток биометода в борьбе с медианицами в том, что он не контролирует стадию иммага. Иммага развивается, откладывает яйца и все начинается сначала. Личинки развиваются, приносят вред. Это очень интересный вопрос. Его трудно затронуть сразу в одном интервью. Все виды вредителей, которые имеются в разных садах с разными культурами. Большое спасибо вам за это интервью и за этот содержательный рассказ. Я думаю, что будет еще возможность, мы еще встретимся, может быть, в полевых условиях в саду. Можно обсудить конкретного вредителя, его увидеть. И спасибо за приход в нашу лабораторию и за это интересное интервью. Думаю, что тот, кто хочет услышать конкретные рекомендации, он услышит. Тот, кто хочет лично ознакомиться, сможет найти вас в Институте садового ста. У вас или у ваших коллег-экспертов по защите растений, защите сада. Большое спасибо. И надеемся, мы еще встретимся. И наши зрители зададут еще интересные вопросы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok